Господи, какой кошмар! Господи, какой ужас, как я вляпался! С этих слов начинается театральная постановка «Там же, тогда же», которую челябинцы на днях увидели на сцене театра, оперы и балета. Однажды в маленькой гостинице встречаются двое, и их роман растягивается на четверть века. Весь спектакль на сцене двое – он и она, Джордж и Стелла, Максим Аверин и Анна Якунина. Мне очень нравится, что в этой пьесе сочетание смешного и грустного так близко, как очень похоже на нашу жизнь. Мы и плачем, и смеемся, и плачем от счастья, и смеемся иногда от безвыходности, от каких-то уже ситуаций, когда говоришь «Господи, ну что же ты?». Поэтому эта пьеса не может быть неинтересной для артиста. 25 лет жизни за два с половиной часа – удивительные перевоплощения эмоций двух любовников, у каждого из которых за пределами этого маленького гостиничного номера – своя жизнь, семья, дети. А раз в год – долгожданная встреча на одну ночь. На сцене Челябинска – юбилейное, 50-е представление. В зале полный аншлаг. Истории любви всегда и везде находят душевный отклик. Это счастливая история, в любом случае. Это подарок. Как бы не странно это звучало, поскольку она, ну, в некотором смысле это аморально. Ну, если говорить так, да? А если на это посмотреть с точки зрения того же художника, автора и драматурга, который это написал, безусловно, эта история счастливая. Потому что отказываться ли от такой любви в жизни или не отказываться – это вопрос. И отказавшись, можно прожить жизнь зря. Я всегда буду помнить эту ночь с 10 на 11 февраля 1964 года. Я буду вспоминать вас самыми нежными словами, Шейла. С тылова! В жизни между Максимом Авериным и Анной Якуниной совсем другие отношения. Они – большие друзья и частые партнеры на сцене и съемочной площадке. Оба актера много работают. И в этом, кстати, находят свое счастье. Мое утро, оно начинается очень по-разному. Если мое утро без утренней репетиции или без съемок, оно продолжается долго. А не начинается. До 12 я должна спать. А если оно начинается рано, это обязательно либо съемки, либо репетиция. Поэтому начинаться оно должно с одного из целей, который сегодня у меня в этот день. Поэтому в основном это с работы и счастья. Пускай оно начинается с того, что я собираюсь на работу. Большое заблуждение людей, что артисты, они встают утром, выпивают шампанское, чашку кофе. И потом к вечеру идут на работу. Мой день начинается очень рано, потому что утром рано начинается репетиция в театре. Или же это съемочный день, то это значит съемки в 7-8 утра, это надо быть на площадке. Я терпеть не могу, опаздывать. Поэтому я встаю заранее. Кстати, в общении московские артисты оказались совсем не заносчивыми. С легкостью отвечали на любые вопросы, хотя усталость после долгих гастрольных переездов угадывалась. Но известные актеры любят своего зрителя и готовы делиться своими эмоциями как на сцене, так и в жизни. Начинайте утро с ОТВ, но лучше начинайте утро с любви.